В этом видео хочу поговорить про подростков, которые пытаются косить под главных героев из слова «пацана». Еще после выхода первых серий «Слово пацана. Кровь на асфальте» я стал читать комментарии под своими роликами от подписчиков, что в их школе, колледже или где там они еще обитают. Подростки, посмотрев данный сериал, начали романтизировать уличную околоуешную жизнь и косить под главных героев. В их лексиконе появились такие слова, как «чушпан», «пришица», «старший», «скорлупа» и так далее. И если вы смотрели мой предыдущий ролик, а если не смотрели, то посмотрите, я там четко проговорил мысль, что даже несмотря на то, что сериал прямо демонстрирует всю эту гниль и лицемерие пацанских понятий, а посмотрев еще и пятую серию, наглядно показывает, что будет с тобой, с твоими родными и близкими, с твоей девушкой, если ты захочешь встать на эту дорожку. И самый прикол, что в реальности это все было еще страшнее, куча документалок уже про это сняли. Посмотрите, где сейчас все эти члены ОПГ, где вот эти все урки с района, когда они уже все выросли. Только единицы, которые как раз таки издали всех своих подельников, вовремя легализовали свой бизнес, сейчас живут припеваючи. Но те, кто сейчас живут припеваючи, это очень хитрые и расчетливые люди, которые что в то время, что тем более сейчас, на детородном аппарате вертели все эти околоуешные понятия. И все эти красивые постулаты, которыми они лишь прикрывались для собственного обогащения. А вот те быки, как их было принято называть, вся эта дворовая шалупонь, которая во всех ОПГ являлась расходным материалом, сейчас либо в могиле, либо в тюрьме, либо давно уже синячат. Вон, друг вокруг, откройте и посмотрите на местных подпивасников, которым лет по 40-50, которые тебе там по понятиям чешут, стрелки забивают за оскорбление в интернете, а все с этого только ржут. Это как раз таки в прошлом те самые четкие пацаны, которые росли на улице, ходили на забивы район на район. И вот, что сейчас с ними стало. И возвращаясь к сериалу, произошло то, о чем я и говорил. А именно то, что тупые малолетки, у которых еще играют гормоны и не работает мозг от слова совсем, посмотрев этот сериал, не сделают какие-то выводы, не поймут то, что этот сериал хотел донести, к чему вообще такая жизнь приводит, а увидят они лишь романтизацию подростковой преступности, чему безусловно нужно подражать. Так же, как было в 2000-е с сериалом «Бригада», когда подростки начали романтизировать бандитов, забывая о том, чем этот сериал закончился. И под своим предыдущим роликом я читал массу комментариев о том, как одноклассники или однокурсники моих подписчиков начали не то, что косить под главных героев, но и сколачивать школьные банды и даже отжимать деньги и прочие ништяки у младших ребят. Например, тут подписчик пишет, что двое старшеклассников каждую перемену просят у него мобилу посидеть ВКонтакте, якобы у них нет денег на мобильный интернет. Но если бы эти имбицилы обладали хотя бы неотрицательным IQ, то знали бы, что уже давно можно попомнить свою сим-карту на 50% дешевле. Или за полцены приобрести баллы для розничных сетей, которые сэкономят 90% стоимости. Так и чипсаки себе купишь не за 100 рублей, а за 10 или 20. И все это с помощью замечательного бота Пенная, в котором ты можешь найти огромный ассортимент необходимых услуг с 50% скидкой. Например, как тебе подписка Discord Nitro всего за 400 рублей в месяц, или месячная подписка на Twitch всего за 90 рублей. А недавно в боте были халявные Telegram премиумы. И вообще ассортимент товаров и услуг обновляется каждый день. Поэтому успей прямо сейчас пополнить баланс своей сим-карты, приобрести Discord Nitro за полцены, а также следить за новыми обновками в боте, так как товар обновляется каждый день. А введя мой промокод MARAZM, ты получишь бесплатный баланс. Ссылочка на бота будет, конечно же, в описании. А недавно во многих Telegram каналах начала форситься следующая новость. В Татарстане зумеры начали делить территорию и устраивать стрелки, подражая героям сериала слово пацана. Звездяки создали группы и назвались в честь двух известных бандитских группировок. Там они делят территорию, будто гетто в GTA, вызывают других на разборки и устраивают общие сборы. А отдельный вид искусства почитать их Telegram каналы, где они уже рисуют карты с делениями по районам, мол, какая группировка какой район под собой держит, устраивают боистинка на стенку, которые больше напоминают зорницу команда на команду, игру в снежки на детском утреннике. А впоследствии подавно просочилась новость, что сериал слово пацана могут запретить к показу в России. Роскомнадзор проверит сериал на соответствие традиционным ценностям. Омбудсмен по правам ребёнка Ирины Волынец обратилась в Роскомнадзор и потребовала запретить слово пацана, так как, по её мнению, фильм стал романтизацией бандитизма. Но не спешите уже кусать локти и переживать, что ваш любимый сериал могут запретить. Пока никто его запрещать не собирается, и навряд ли соберётся. И тут, знаете, на самом деле, палка о двух концах. Потому что сериал действительно хороший, если ты взрослый умный человек, ты сделаешь из него правильные выводы. Но с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что несмотря на Сенс 18+, его всё равно смотрят школьники. Ну когда кому не пофиг было на Сенс? А вот последний, в силу своей подростковой ограниченности ума, действительно видит в этом романтизацию. Поэтому хрен его знает, честно вам скажу. Если его запретят, я, конечно, расстроюсь, но и осуждать такое решение наших властей я не буду. Теперь же, если меня смотрят подростки, к которым относятся тема сегодняшнего ролика, а судя по тому, сколько под моим последним видосом отметилось чётких пацанчиков в комментариях в духе «Эй, ты чё, терпила, что ли, заявы писать?» Я уверен, что смотрят меня таких достаточно. Я, конечно, хотел бы сохранять культурный тон общения, но, видимо, такой тон вы не понимаете, поэтому буду говорить с вами на вашем же языке. Значит, если тебя с твоим бэкграундом, мировоззрением, который вырос в тепличных условиях, у которого дома была еда, горячий душ, компьютер, смартфон, переместить из 23-го года в 80-е или 90-е к тем самым уличным пацанам, которым ты пытаешься подражать, которые росли на улице с детства, для которых новая куртка или кроссовки было не чем-то самим собой разумеющимся, а настоящим предметом роскоши, не говоря уже про видеомагнитофон или телевизор, то, пытаясь качать по понятиям, ты бы был там самым главным чушпаном на районе. Но в лучшем случае шестеркой, которого бы все, кому не лень, за водой посылали. А если бы даже тебя и взяли на какое-то крупное дело, то нужен бы ты был там только для того, чтобы потом все повесить на тебя. А ты, поскольку дегенерат, будешь еще и гордиться тем, что отсидел за своих пацанов. И ни одной извилины не догадаешься, что тебя просто кинули свои же. Поймите одно, что в те годы люди вынуждены вступали в преступные группировки, так как было очень страшное время. Я, конечно, понимаю, что это никого не оправдывает, но это было, и причин этому было масса. Начиная с нищеты позднего совка, когда купить такие простые предметы быта, как утюг или шапку, не все могли себе позволить. Постоянным бытовым унижением, где сегодня тебе нахамила продавщица в универмаге, завтра врачиха в регистратуре, постоянно эти очереди хамства, отсутствием как таковых развлечений у молодежи. Ведь телевизоры стоили дорого, видеомагнитофоны это вообще роскошь. Музыкальное оборудование мало того, что стоило дорого, так и хрен его вообще еще где достанешь. Что в сериале наглядно показано. И так молодежь в поисках какой-то своей справедливости, лучшей жизни, от незнания, куда выплеснуть свой тестостерон, и начинала сколачиваться в ОПГ и заниматься криминалом. Еще прибавим сюда то, что милиции в те времена не то, что не хватало финансирования и сотрудников, так даже как таковых законов об ОПГ и опыта работы с такими группировками у милиции не было. Добавим сюда повальную коррупцию за низких зарплат. И что самое главное, в те времена было заподво жаловаться и писать заявление. И менты банально не могли найти зацепок, потому что кого не допрашиваешь, никто ничего не знает и никто ничего не видел. Сейчас же эти времена давно позади. У современных подростков есть просто все, о чем подростки 80-х и 90-х могли только мечтать. Поэтому если ты после каточки в Бравл Старс решил возродить 90-е, окунуться в околоуешные пацанские понятия, то с тобой по озерам ничего хорошего не произойдет. Потому что полиция сейчас работает слаженно, везде висят камеры. А как только тебя схватят за жопу, ты вмиг забудешь о каких-либо пацанских понятиях и на первом же допросе сдашь всех своих пи***братьев. Поверьте, мои сослуживцы, которые после армии пошли работать в полицию, рассказывали мне кучу таких историй, где вчера брат за брата за основу взято, а как только взяли за жопу, тут же пять листков с показаниями. Где чуть ли не до пробабки вся биография его подельников расписана. Поэтому, как мне кажется, всей этой шелупунь просуществует недельку-две, кого-то особо борзово показательно набутылят, и всё снова встанет на круги своя. Кстати, особо выпал с комментариев про заявление в полицию. Типа, ты чё, терпела, что ли, заявы писать? Фу, чушпан. Ну, примерно такого рода там были комменты. Причём не только от мамкиных уличных гангста, но и от взрослых 30-летних лубов. Я к ним даже на канал заходил, проверял. Поэтому хочется обратиться ещё и к таким. Значит, я не знаю, в каком животном мире ты там существуешь. Вот именно, что не живёшь, а существуешь. Но в цивилизованном правовом государстве, частью которого считаю себя я, абсолютно не западло с конченным быдлом общаться буквой закона. И нет, я сейчас не говорю о том, что если ты там в школе с кем-то чё-то не поделил и подрался, то нужно на него заяву катать. Также я не говорю о том, что нужно быть сладким мальчиком и не уметь стоять за себя. Нет, уметь кому-то настучать по морде, в целях самообороны, разумеется, можно и даже нужно. Я не призываю, как Иисус ударили по правой щеке, подставь левую. Нет, нужно уметь защищать себя. Но если поганое быдло прессует тебя после школы, отбирает или портит твои вещи, ставит тебя на счётчик, причём заведомо зная, что ты слабее, потому что докапываться к сильному, быдло кишка тонкая. Или когда на улице какая-то мразь, ни с того ни с сего, докопалась до тебя за внешность, спрашивает за шмот, только если ты, разумеется, сам не провоцируешь, как это делает Влад Дурак или Юлия Финнес, то тут можно и даже нужно идти писать заявление на таких мразей. Посидит немного, подумает над тем, всё ли он в этой жизни делает правильно, и осознает, что в 23-м году вот нельзя так просто кошмарить более слабых. Поэтому никогда не бойтесь жаловаться, если вы чувствуете по отношению к себе несправедливость, и сами не в состоянии эту несправедливость исправить. Дедовщину в армии знаете, как победили? Комитет солдатских матерей отправлял сотни жалоб в военную прокуратуру. А если бы никто не жаловался, до сих пор бы парни со срочки возвращались инвалидами. А таких историй, как с Рамилем Шамсудиновым, если кому-то интересно, погуглите, была бы не одна, а гораздо больше. Но возвращаясь к теме, меня очень радует следующее. Как оказалось, мой последний видос довольно успешно попал в рекомендации и привлёк новую аудиторию, в числе которой не только малолетки, но и довольно взрослые люди. А я взрослых людей всегда могу отличить в комментариях. Это видно по аккаунту, по аватарке, по тому, какой человек лексикон использует, как грамотно написаны комменты, когда был создан аккаунт и так далее. И я под своим последним роликом читал комментарии от многих людей, которые как раз таки выросли в то время, которым сейчас уже лет под 40-50. И они настоятельно советуют молодёжи ни в коем случае с этим дерьмом не связываться. Потому что они всё это дерьмо видели своими глазами. За что им, конечно же, отдельный респект. Нет, не за то, что они всё это пережили, а за то, что они такие комментарии поучительные написали. В общем, делайте выводы. На этом у меня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольце, чтобы не пропустить мои следующие видео.